Очередное пленарное заседание Городской Думы началось с выступления коммунистов у дверей здания. Протестовали партийцы не по поводу законодательных инициатив депутатов, а скорее для души. На плакатах послание к оппонентам из «Единой России». Само же заседание прошло гладко, без споров и претензий. На повестке дня 15 вопросов. Например, депутаты внесли изменения в структуру администрации города. В ней появится новое подразделение – отдел контрактной службы. К функциям отдела контрактной службы будут отнесены функции по планированию закупок и осуществлению закупок для заказчика в лице администрации города Иваново для структурных подразделений, которые не обладают статусом юридического лица. Нанимать сотрудников в новый отдел не придется. По сути, эти обязанности уже выполняют специалисты администрации. Создание самостоятельного юридического лица контрактной службы просто обусловлено требованиями федерального законодательства и венами современных тенденций, которые идут в нашем федеральном законодательстве. Кроме того, хотелось бы отметить, что это позволит сделать работу этой службы еще более открытой. Я думаю, что это позволит, наверное, еще в большем объеме экономить бюджетные средства, которые сегодня особенно необходимы для развития как городского хозяйства, так и благоустройства. Еще одно важное решение – депутаты одобрили приватизацию МУП по организации капитального строительства. К сожалению, предприятия, которые находятся в организационно-правовой форме собственности как муниципально-унитарные предприятия, сегодня неконкурентно способны в соответствии с требованиями федерального законодательства. И поэтому, знаете о том, что у нас и акционерное общество «Водоканал», которое принадлежит всем горожан, 100% владеет город, у нас есть акционерное общество «Гороэлектросеть». И вот появится еще новая открытая акционерная общество, 100% акций, владельцем которых будет являться город Иваново, то есть наши горожане. Александр Кузьмичев подчеркнул, что городскую строительную организацию не продают, а всего лишь меняют форму собственности. Вместо муниципального унитарного предприятия открытое акционерное общество. Это должно сделать его более конкурентоспособным на строительном рынке. Вместо муниципального унитарного предприятия открытое акционерное общество.